Существует очень много, на самом деле, определений маркетинга, интернет-маркетинга. Мне нравится определение такое, что маркетинг – это раздражитель. Это раздражение наших основных пяти чувств. То есть зрение, осязание, обоняние, слух и тактильные ощущения, и запах. То есть вот эти все основные наши чувства раздражаются посредством маркетинга. Соответственно, если вы видите рекламу, скажем, в общественном транспорте, в метро, то вы раздражаете ваше зрение, вы смотрите на это. Дальше это все проникает в мозг и воздействует на вашу психику. То есть я думаю, что это раздражение. Я, на самом деле, с детства увлекаюсь психологией. И одна из главных причин, почему я решил заниматься маркетингом, это потому что психология – это самое сильное оружие в 21 веке. Это не ядерная война, это не химические какие-то там, а химическое оружие – это именно психология. Потому что именно за счет психологии мы можем влиять на большие аудитории. Соответственно, психология – это тоже маркетинг, и маркетинг – это тоже психология, они взаимосвязаны. Потому что без понимания, как влиять на людей, без понимания того, как сделать так, чтобы твой продукт попал в голову человека, чтобы он там остался, и человек захотел это купить. Это конкретно психология. Соответственно, психология состоит из языка телодвижения, из физиогномики, из психоколористики, психолингвистики, из еще кучи-кучи других разных факторов, которые очень интересны. И на самом деле я вам всем советую изучать психологию совместно с маркетингом. Вот, например, есть очень популярное ответвление от маркетинга – это нейромаркетинг. То есть понимание, как реклама может влиять на определенные действия человека, на, соответственно, рептильный мозг и на тот мозг, который у нас образовался в последние несколько тысяч лет.